Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 9 ноября. Житие преподобной Феоктисты. На море Эгейском есть остров Парус. На этом острове был благолепный с виду храм во имя Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Весь тот остров, в том числе и храм, неизвестно почему, запустел и взялся обиталищем уже не людей, но зверей. Однажды охотники, жившие на Приморской горе, называемой Эввея, сговорились поехать на корабле на тот пустой остров для ловли зверей, ибо на острове было множество оленей и коз. Доплыв до острова, охотники с оружием своим сошли с корабля и пошли по острову, отыскивая добычу. Между ними был один охотник, богобоязливый и пекущийся о своем спасении. Отделившись от своих спутников, он один ходил по пустынному острову, выслеживая зверей, и, найдя упомянутый запустелый храм, вошел туда и стал молиться, как умел, ибо был человек простой и неграмотный. Кладя поклоны и молясь, он увидал в земле маленькую ямку и в ней воду, а в воде были намочены зерна растения, называемого илеотропион. Это подсолнечник. Этого растения на том острове росло много, и подумал он про себя, здесь есть какой-нибудь раб Божий, питающийся этими семенами. Однако охотник немедленно вышел из храма, спеша догнать своих товарищей, спутников. Товарищи его пробыли на острове несколько дней, наловили оленей и коз, сколько хотели, и уже с большой добычей возвращались из пустыни на корабль. Тогда вышел упомянутый охотник, опять отделился от спутников и вошел в храм помолиться при чистой Богородице. К тому же он надеялся увидать того, кто намочил в воде подсолнечные зерна. Когда он стоя посреди храма молился, то увидал по правую сторону Святого Престола густые сети паутины, а за ними какое-то существо, как бы ветром колеблемое. Желая узнать, что это колеблется за сетями паутин, он подошел и хотел снять паутину, но тотчас услышал голос, «Стой, человек, не подходи ближе, мне стыдно, так как я ногая женщина». Услышав это, охотник испугался и хотел бежать, но от великого страха не мог. Ноги его тряслись, волосы на голове поднялись и сделались острыми, как терния. И стоял он в ужасе. Придя несколько в себя, он дерзнул спросить, «Кто же ты? И как живешь в этой пустыне?» И снова услышал голос, раздавшийся из-за сетей паутины, «Прошу тебя, брось мне одежду, и когда я прикрою наготу свою, тогда сколько Господь повелит мне, поведай тебе о себе». Сняв с себя верхнюю одежду, охотник положил ее на земле, а сам вышел из храма. Подождав немного, пока жена та наденет те одежды, он снова вошел и увидал ее стоящей на том же месте, на котором была и прежде. Вид ее был очень страшен, так как она имела только подобие человеческое. Не было в ней же видно живого человека, но вся она была как бы мертвец. Кости покрыты только кожей, волосы белые, лицо черное, очи глубоко впавшие, и вообще весь вид ее был, как вид лежащего во гробе мертвеца. Она едва только дышала и могла лишь тихо говорить. Взглянув на нее, охотник еще больше испугался и, упав на землю, стал просить у жены сей молитвы и благословения. Тогда, обратившись на восток, она подняла руки свои и стала молиться. Не мог охотник слышать слов молитвы ее, слышал только тихий голос, возносящийся к Богу. Затем, обратившись к нему, святая сказала, Бог да помилует тебя, человек. Скажи мне, чего ради пришел ты в пустыню эту? Какая нужда у тебя на этом пустынном острове, на котором не живет никто? Но так, как, думаю, Господь привел тебя сюда ради моего смирения, и ты желаешь узнать обо мне, то я все тебе открою. И начала рассказывать так. Отечество мое лезвие родилось в городе Мефиме, имя мое Феоктиста. По житию я инакиня, ибо когда я еще в детстве лишилась родителей, то отдана была родственниками в женский монастырь и обречена выноческий чин. Однажды, в праздник воскресения Христова, когда мне было восемнадцать лет, я пошла с благословением в отстоящее недалеко селение, чтобы посетить сестру мою, которая жила там со своим мужем, и у нее ночевала. В полночь на страну ту напали арабы, предводителем которых был свирепый низар. Они приняли все селения, взяли в плен вместе с другими и меня. И когда наступило утро, посадили нас на свои корабли и отплыли. Проплывши целый день, они пристали на ночь к этому острову и, высаживая пленников, разглядывали их, определяя цену, какую кто хочет выкупить. Вместе с другими была выведена и я, и, увидав находившийся вблизи лук, повернулась к нему и обратилась в бегство. Принявшие меня гнали за мной и преследовали меня, как охотники-звери. Но пустыня скрыла меня от них, или лучше сказать, Бог в пустыне покрывал меня своей благодатью и защищал от рук ловящих. Так что они не могли найти и догнать меня. Я убежала во внутреннюю пустыню этого острова и не переставала бежать от страха до тех пор, пока колючими деревьями и тернями, а также острыми камнями, не изранила сильно ног своих. Не будучи в состоянии бежать дальше, я, как мертвая, пала на землю и покрылась земля кровью моей, истекавшей из израненных ног. Всю ночь, что я провела в тяжких страданиях, но благодарила Бога, что Он спас меня от руки врагов моих и сохранил меня скверненную. И пришло мне желание, лучше умереть скорее в этой пустыне чистоте девической, нежели жить среди скверных людей и погубить посвященное Христу девство. Поутру я увидела, что нечестивые разбойники отплыли от острова, и, освободившись от них рабства, исполнилась такой радости, что забыла болезнь свою. И вот с того времени до ныне я тридцать шесть лет живу на этом острове. Питая же я семенами растущими здесь в изобилии или от веопиона, а более питаясь Словом Божиим. Ибо все псалмы, песнопения и чтения, которым научилась в своем монастыре, помню до ныне, и в них нахожу утешение и даю пищу душу, впитая душу свою. Одежда моя в скором времени обвечала, и осталась я ногою, имея по кровам только благодать Божию, которая покрывает меня от всех зол. Поведав это, преподобная дева подняла к небу руки свои и воздала благодарение Богу за неизреченную милость, его явленную на ней. Затем она снова обратилась к охотнику, сказала, «Вот я все сказала тебе про себя. Одного прошло от тебя, что ты исполни для меня. Господа ради, когда на будущее лето придешь, ты охотишься на этот остров, я знаю, что ты непременно придешь, так как на это есть воля Божия. То возьми в чистый сосуд часть причистых и животворящих христовых тайн и принеси мне сюда, ибо со времени поселения в пустыне этой я не сподоблялась причаститься. Теперь же иди с миром, со спутником своим, и о мне не рассказывай». Охотник обещал исполнить приказание, и поклонившись дивной рабе, Христовый ушел, радуясь и благодаря Бога, что он явил ему такое свое сокровище, сподобил видеть и беседовать и удостоиться молитв и благословения той, которой не был достоин весь мир. Придя к берегу, охотник нашел спутников своих, ожидающих его, и сокрушающихся об его замедлении, ибо они думали, что он заблудился в пустыне. Он же не открыл им тайны, которые повеленно было ему хранить, и отплыли они к себе домой. Между тем охотник тот, как в великой радости, ждал следующего лета, желая снова увидеть чистую делу Христову в пустыне, как бы в чертоге пребывающую. Когда настало ожидаемое время, он опять сговорился с товарищами своими плыть на остров Парус для ловли зверей. Предотвезом на корабль он взял у пресвитера в маленький чистый ковчеж в частицу при чистых и животворящих христовых тайн, как повелела ему блаженная феоктиста, и с частью, сохраняя с честью ту частицу, при себе отплыл. Доплыв до этого острова, он с божественными тайнами пошел к тому запустелому храму при святой Богородице, в котором в предыдущем году беседовал с блаженную, но, найдя в тот храм, не нашел святой феоктисты. И подумал он, что преподобная или ушла в дальнюю пустыню, или же сделала себя невидимою, так как с охотником тем пришли некоторые другие из его товарищей. В скорби вышел охотник из храма и пошел за своими товарищами. Вскоре он тайно ушел от них, а возвратившись один, пришел ко храму. И тотчас смирилась преподобная феоктиста на том же самом месте, где и прежде стояла, одетая в ту одежду, которую охотник дал ей в прошлом году. Увидав блаженную, охотник пал на землю и поклонился ей, она же быстро подошла к нему со слезами и сказала, не делай этого, человек, ибо ты держишь божественные дары, не бесчесть и тайн христовых, и не опечаливай мою худость, ибо я недостойная женщина. И взявший охотника за одежду, подняла его с земли, он же, вынув ковчежи с божественными тайнами, подал ей. В настоящее время добавление Некоторые христиан удивляются, что божественные тайны были вручены тому охотнику нести их в пустыне, и что он, мирянин и непосвященный, дерзнул носить оные тайны, которые подобает носить одним только иереям. Но пусть они не удивляются этому, таков был обычай первенствующей церкви. В то время и непосвященным дозволялось брать в руки божественные причастия и носить с собой и в отстоящей далеко от церкви домы и в дальний путь. Но потом святые отцы запретили непосвященным принимать в руки и выносить из церкви тело Христово, а в особенности запретил это святой Иоанн Златоуст и запретил по следующей причине. Во время его патриаршества в Константинополе некоторая знатная женщина, принявшая в церкви часть причинства тела Христова, принесла он ее домой и смешала с каким-то снадобием для волхвования. Узнав об этом, святой Златоуст в том времени повелел по всем церквам, чтобы части тела Христова не влагались в руки, но чтобы вместе с божественной под видом вина кровью преподавались посредством лжицы в устах. До этого времени в церкви лжицы не употреблялись, но части тела Христова полагались прямо в руки христианам, а святая кровь подавалась из чаши. С этого же времени по повелению святого Златоуста божественное причастие стала преподавать все посредством лжицы и дозволено носить его только посвященным, а непосвященным не позволено никоим образом касаться, дабы не было какого-либо бесчестия святым тайнам. Преподобная сначала пала на землю перед божественными тайнами и омочила землю слезами. Затем встав приняла святые дары в свои руки, причастилась и с умилением сказала, «Ныне отпущаешь рабу свою, владыка, ибо видели отчима и спасение твое, и я в руки при его оставлении грехов прияла, ныне отойду, куда повелит благость твоя». Сказав это, она горе подняла руки свои и долго стояла, молясь и прославляя Бога. Затем с благословением отпустила охотника к его спутникам. Пробыл несколько дней в пустыне, охотники наловили много коз и оленей и возвратились на корабль. А тот охотник снова отлучился от них, и один пошел ко храму, желая сподобиться от преподобной молитве и благословения на путь. Он подошел к тому месту, где прежде с ней беседовал, и увидал преподобную, лежащую на земле мертвой. Руки ее были сложены на персях, святая же душа ее отошла в руки Божии. Преподобная Феоктиста скончалась в 881 году после 35-летних подвигов на острове Паруси. Припав к честным мощам, ее охотник лобызал честные ноги ее и омывал их слезами. И недоумевал он, что делать, ибо было очень просто, и жизнь свою проводил больше по пустыне между зверями, нежели в городах между людьми. Не догадался он даже пойти к другим охотникам и рассказать о происшедшем им, и вместе с ними с честью похоронить это святое тело. Выкопав немного земли, сколько можно было поскорее выкопать, он один положил в нее тело преподобной. При этом он дерзнул отделить от святого тела руку себе на благословение, желая эту руку с честью хранить в доме своем. Но хотя сделал это он и с верою, по любви и усердии к преподобной, однако не угодно было это дело Богу, как это видно из последующего рассказа. Отделив руку, он завернул ее в чистый поток и положил к себе за пазуху. Пошел к своим товарищам, бывшим уже на корабле, но ничего им не сказал. Уже было поздно, когда они отплыли от берега и распустив паруса, поплыли при попутном ветре. И думали все охотники, что корабль их идет быстро, как летит птица, так что надеялись рано поутру прибыть к горе Езейской. Но когда расцвело, они снова оказались на том же месте при береге острова Пароса, и корабль их стоял недвижимо, как будто удержанный якорем или возвращенный назад какой-нибудь рыбою, реморою. Это рыба реморы, двигаю обратно, задерживаю от слов. Потому что она собирается около корабля, большими стаями, задерживает ход корабля. На всех напал страх, и все спрашивали друг друга, не согрешил ли кто и чей грех удерживает их. Так что корабль не может даже двинуться с места. Тогда охотник, взявший руку преподобной, познав грех свой, вышел из корабля и тайно от товарищей своих пошел к храму. Приблизившись к мощам преподобной, он приложил святую руку к ее суставу на свое место и, немного помолившись, возвратился к товарищам. Когда он вошел на корабль, последний тот час двинулся со своего места и поплыл без всякого препятствия, и все обрадовались. Корабль был быстро плыл. И когда был уже близко к Евее, охотник начал рассказывать товарищам своим все, что с ним случилось, о том, как прошлым летом он обрел преподобную феоктисту, а нынешним летом принес ей божественные дары и как по смерти святой взял руку ее. И по этой причине они всю ночь были удерживаемы. Те, выслушав обо всем случившемся, пришли в умиление. Но на охотника стали сильно роптать и гневаться, что он не сказал им об этом тогда, когда они были еще на острове том, дабы говорили они, и мы могли сподобиться благословению угодницы Божией. Повернувши назад корабль, они с большой поспешностью опять поплыли к парус и, достигнув острова, все вместе пошли ко храму. Со страхом войдя в него, они подошли к тому месту, где положено было честное тело преподобной. Место они нашли, а тело не нашли. Видели только отпечаток лежавшего на земле тела, так как ясно изобразились следы, где лежала голова и где ноги. Все они очень удивились и не наумевали, куда скрылась преподобная. Некоторые из них говорили, что она воскресла, другие же говорили, что это едва ли возможно прежде всего общего воскресения. Но скорее руками ангелов она перенесена куда-нибудь на другое место и погребена, как некогда святая мученица Екатерина. Впрочем, они разошлись по всему острову, искать не найдут ли ее живую, воскресшую или же мертвую, перенесенной на другое место. Будучи простецами и неведущими, они хотели постигнуть тайны Божьи, которые никому не ведомы. Тщательно везде поискав ее и не найдя, они воротились в храм и с умилением лобзали место, на котором лежало тело преподобной. Помолившись, они возвратились назад домой и поведали людям все о преподобной Феоктисте. И все удивлялись и прославляли Бога дивного во святых своих. Им уже слава вовеки! Аминь! Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok